Есть ли будущее у СНГ? На этот вопрос сегодня ответил президент Казахстана. В красивейшем месте страны, курортной зоне Бурабай, сегодня работают представители стран СНГ. С ними вопросы интеграции обсуждал глава нашего государства. Спикеры вспоминали, как критиковали содружество и как предрекали распад. Но оно продолжает развиваться. О новых горизонтах СНГ в материале моей коллеги Гульнары Жандагуловой. Излюбленное место астанчан – курорт Бурабай. Сегодня стал ареной, где происходит серьезное политическое событие. Понять это нетрудно, хотя бы по количеству машин представительского класса, которые буквально заполонили все пространство. После переговоров в узком формате главправительств СНГ ожидала встречи с президентом Нурсултаном Назарбаевым. Казахстанский лидер рассказал о глобальном кризисе, о реформах, проводимых в стране, и предложил совместно развивать транспортную инфраструктуру. Но прежде всего дает понять собравшимся премьерам стран Содружества, от СНГ ждут многого. Я всегда говорил и считаю, что СНГ имеет очень хороший потенциал. Сама встреча главправительств, главгосударств, переговоры двухсторонние, многосторонние, они само по себе большая ценность. Но сейчас, когда все мы переживаем кризис, продолжающийся глобальный кризис, снижение цен на экспортные товары отдельных стран, и это все требует совместной работы и кооперации. Думаю, что если отвлечься от всех событий политических и посмотреть, что и альтернативы интеграции нету, и это понятно. Поэтому мы инициируем всегда интеграционные процессы. А то, что Казахстан инициирует, притворяется в жизнь. Так совпало, что именно в этот день, в прошлом году в Астане, был подписан договор о создании Евразийского экономического союза. У нас работает Евразийский экономический союз. Я убежден, что этот союз имеет большое будущее, несмотря на сегодняшние трудности, тенденции, которых мы предполагали, что будут такие риски. Но сам, так сказать, корень договора, цель наша, задачи поставлены, они правильные. И здесь же в Боровом рождается еще одно предложение. Президент предлагает российскому премьеру Дмитрию Медведеву продлить автомагистраль Западной Европы, Западный Китай до Петербурга. Я буду просить Дмитрия Анатольевича дальше. Вот Актюбинская идет в Казань, от Казани в Санкт-Петербург и в Европу. Это очень необходимая для всех дорога. А у нас проходит через юг, подключается Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан и Таджикистан по этой дороге. Только в ближайшие четыре года в планах казахстанского правительства построить еще 5000 километров автомобильных дорог. И это лишь часть инфраструктурного развития. Появятся новые аэропорты, школы и больницы. Будут реконструированы мосты. Эти амбициозные планы обойдутся стране в 14 миллиардов долларов. Причем 30% расходов покроют мировые финансовые институты. Ну а на что потратиться 11 премьерам, собравшимся в Бурабае, тоже нашлось. Их приглашают отдохнуть на курорте. Он особенно популярен у туристов из СНГ. В 2013 году сюда приехало 450 тысяч человек. А в прошлом году их количество возросло до 500 тысяч. Сегодня же пятница, да? Вы же можете здесь остаться два дня отдохнуть, в казино играть. Гульнара Жендагулова, Каната Бильдин, Акмолинская область.